Коллеги, добрый день. Начинаем передачу Итры ТВ представляет. И сегодня у нас в гостях Андрей из Волгограда. Андрей, добрый день. Андрей, мы знаем про вас главное, что вы торгуете на финансовых рынках, но интересуемся и деталями. Чем вы торгуете, на каком рынке, у какого брокера? Ну, вообще, я долгосрочный инвестор, а торгую я с осени того года, так что у меня небольшой опыт. Мы торгуем чем? Сишкой, Ришкой, Сбербанком, Газпромом, нефтью, золотом, всему понемногу, где картинка вырисовывается хорошая. В основном это срочный рынок. Да, да, да. Почему срочный рынок? Почему не акции, не валюта? Ну, как-то на фьючах мне более удобно, более ликвидно. Понятно. Отголоски Форекса остались, может, еще. Понятно. Какая система у вас торговли? По звездам, по ощущениям, по техническим. Ну, так, она комплексна. Смотришь все, и графический анализ, и свечной, и технический. Смотришь уровни, пробои уровней, ложный пробой, отбой от уровня. Смотришь, какие модели там, ну, самые основные, треугольники там, всевозможные, вершины, головы, плечи. Ну, и за индикаторами немного. Плюс еще немного фундаментала. Но это так, шум, чтобы знать, какой рынок позитивный или негативный. Да. Ну, а новости, получается, частично учитываете, особенно какие-то такие серьезные, крупные, да? Не, ну, иногда, иногда, да, например, на Non-Farm Payrolls можно поиграть, но там тоже как угадаешь. Ясненько, ясненько. Ну, вот, даже, как бы, как вот назвать вашу систему, пытаясь подумать. Ну, такая, да, собственно, у каждого системы индивидуальная торговля, у вас вот такая оригинальная, на базе технического анализа все-таки, да, но с учетом некоторых фундаментальных факторов. Классика, я думаю, так. Ясненько. Выбор исследовать правилам. Да. Не отходить от них. А то, если отойдешь от правил, то никакая система не поможет. Это да, это я знаю, много раз подтверждал эту истину. Андрей, вы торгуете сами весь день или вы работаете где-то? Ну, у меня работа связана с интернетом, поэтому я перед компьютером постоянно и могу отвлекаться на графики, на торговлю. Ну, да, поскольку работаете все время из дома, да, получается… Да, 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 да. Ну, основная работа. А здесь вот я начал увлекаться, так-то я давно слежу. Кстати, вас знаю, по-моему, с 2007 года я еще на РБК вас видел. Да-да-да. Да-да-да. Это здорово. Это здорово. Андрей, как получается зарабатывать? Доходностью… С вами рады доходность эту видеть? Не, ну, сейчас так, как соу-соу. И не много, и не мало. Потому что торгую-то я совсем не много, с того… Даже, нет, с февраля, можно сказать, начал конкретно. А до этого раньше знакомился с Форексом, ну, я рассказывал давным-давно еще, с 2007 года, когда у нас пошли эти Форексы. Форекс Клаб взял себе, купил курс, книжки эти, прочитал все их, пошел на торговлю. Очень много, кстати, начал… Поднял я много. И потом… Ну, я вам рассказывал. Заметил, что начались прерывания какие-то. Выставил заявку, а она в ожидании, в ожидании. По-моему, еще когда программа была у Форекс Клаб Румус… Румус 2, что ли, 2.0. Вот. И все, что поднял, все и проиграл. Вот. Ну, и потом не заходил, просто следил за рынком. Были вот акции Лукойла, смотрели. Вот. Но не торговал. Вот. Ну, как связана работа с интернетом, заинтересовался еще раз. Уже купил книжки другие. С Форекс Клаб – это вообще, можно сказать, не знаю, ерунда. Вот. Ну, прочитал Элдора, Наймана, Вёрфмена. Что там у нас еще? Швагера. Ну, такие самые основные. Твардовского вот нашего. Про риск менеджмент, мани менеджмент. Там более толково написано. Ну, тогда я еще молодой был, вообще не понимал. Сейчас хоть немного соображать стал. Вот. И отношение к торговле, конечно, изменилось. Тогда просто было как-то поприкалываться там. А сейчас более так, более серьезный подход. Понятно. Андрей, что жена ваша говорит по этому поводу? Это важный очень вопрос. Что-что? Что ваша жена говорит по поводу вашей торговли. Это важный, важный вопрос. Да вот, знаете, у меня, что… У меня семья вообще не знает, чем я занимаюсь. Творец у тебя работы нету, а деньги есть. Откуда ты их берешь? Пусть официально не работаешь, нету, как бы, трудовой, а откуда деньги. Понятно, понятно. В общем, вы для вашей семьи, ну, скажем так, не бандит, но… Я вам скажу, у меня ни одна девушка, с которой я встречался, не знал, о чем я занимаюсь. Вот так, да? Понятно, понятно. Вот и вам повезло с женой. Повезло, потому что моя жена бы узнала уже все. Понимаете? Вот, поэтому… Радуйтесь, радуйтесь. Ясненько. Нет, ну, отлично. Главное, что нет такого, знаете, негативного восприятия или, может быть, там, знаете, попытки отвлечь вас от этого трейдинга, чтобы выгонять на работу. Вот, как часто бывает. Иди на завод лучше поработать, чего тебе циферки гонять. Мне вот это, кстати, целая большая проблема финансовой грамотности в России. Женщин обучить надо, убедить их, что финансовая работа на финансовых рынках – это законный вид деятельности. Вот это главная проблема. Нет, ну, если налоги платить, то да, это законный вид деятельности. Мы, как бы, имеем в виду, что все платят налоги, потому что, ну, тут по-другому, по-другому, как бы, не надо даже и предполагать, иначе заинтересуются совершенно… Да, и очень жалко. Вот, например, имеешь акции, да, ну, давно их когда-нибудь приобрел, сейчас хочешь их сдать. Вот так мы сталкивались с этой проблемой, когда, ну, например, сдавали акции, там, купить что-то там платить, что… Например, сдаешь акции на миллион, да, 13% будет доброго государства, 130 тысяч – ни за что. Я понимаю, там, налоги берут, ну, с прибыли какой-нибудь бизнесменов, да, есть за что, а вот здесь вот просто так ни за что. Ну, понятно, с прибыли, которую ты высидел. Но я вам скажу по секрету, что… Да, блин, если долгосрочный инвестор, то, как бы, взял акции, там, через 10 лет продал, как бы, не то, что… Ты ж не играл ими постоянно, вот как вот сейчас, например, тогда, да, прибыль берут, а там даже думаешь, с чего вообще берут. Ну, понятно, понятно. Какой план жизненный, Андрей, у вас? Чем вы будете заниматься? Больше трейдингом или все-таки пока это как вспомогательный вид бизнес? 50 на 50. Ясненько. Ну, это так, немало, я хочу сказать, показатель для этого. Как поживает ваш друг Александр? Обсуждаете ли вы с ним новости текущие? Да вот сегодня, сегодня обсуждали, сегодня по рублю у нас были. Дискуссии? Да, да, он встал в продажу на 50, ну, по фьючуп на 50 тысяч, вот, и ждал, что пойдет вниз, а я немного встал вверх, ну, совсем на чуть-чуть. Вот, и вот он откатился до 53 сот, да, вот, и он перестал ждать, думает, сейчас еще дальше пойдет, закрылся, хотя знал, что он пойдет вниз. И вот сейчас видите, что происходит, кусает сейчас локти. Понятно, понятно. Много трейдеров в Волгограде, Андрей? Да нет, я особо так не общаюсь, нет, не знаю. Таких тусовок каких-то, сборищ, собраний, такого нет, да? Ну, у нас тут не трейдеровские тусовки, а другие немножко. Я, например, состою в группе каучсерфинг, может, знаете? Каучсерфинг – это воздушный змей и… Нет, 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 это обмен жильем, туристами. Тот, кто приезжает к нам с других стран, ну, или с России, я их к Костюну принимаю и также могу к ним поехать. Вот, и уже вот сколько я, год-два зарегистрированный, могу сказать, не выезжая, например, из дома, я уже… Ну, от Австралии до Канады уже, в общем, очень много знаю людей. Друзья по всему миру. Я еще раз не понял, я думал, что кайта – это каучсерфинг. Нет, каучсерфинг – это диван, каучсерфинг. Да, да. А в чем каучсерфинг заключается? Это как бы обучение… Вот, например, человек хочет приехать ко мне в страну, ну, путешествует, он мне пишет на сайте, могу ли я его принять на несколько ночей показать город. А, я понял. Он ко мне приезжает, как бы хостел, не надо ни платить ничто, это живое общение. Если просто едешь путешествовать, турист, ну и что, там программы тебя там на автобусе повозят и ничего не покажут. А здесь живое общение, ты разговариваешь, обмен языков. Да, да, да. Не, очень интересно. А я еще зарегистрировался, чтобы язык немного подучить, подулучить. Я понимаю, то есть вы можете теперь в ответ съездить во Францию. Да, 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 да. Понятно. А вот рисков здесь нет никаких, мы с вами в трейдинге, поэтому риски оцениваем. Не может нам оказаться какой-нибудь негодяй, бандит? Нет, ну, попадались все хорошие ребята. Не, ну, есть там, ну, очень редко, когда попадаются, там, лишь бы на халяву переночевать, поесть что-нибудь. Ну, это редко, может, один там из 50 попался. А так все хорошие ребята, интересные. Спрашиваешь мнение про Россию у них. Многие, потому что из США, из Европы. У всех хорошее мнение. Скажем, это такой недорогой способ попутешествовать для людей, которые любят путешествовать. Да, и намного лучше, чем просто в отель ты зайдешь, засядешь и будешь там сидеть. Конечно, то он с вами потусит, узнает последний вопрос, по городу походит, лучшие места увидит, это аж понятно. Да, вот у нас сейчас 9 мая было, был я с Волгограда в Сталинграде, вот я организовал встречу, у нас человек где-то 12 было. И посетили все места, и Мамаев-Куркан, и Сталинградскую битву, и музей, где Паулиса племили. Слушайте, а я не пойму, а это, а все 12 человек к вам приехали? Не-не-не, я сразу написал, что я не буду хостить, хотя один раз было такое, что я 8 человек одновременно размещал у себя. Нет, это я организовал встречу, мы в центре города встретились на вокзале и пошли гулять, я был как бы экскурсоводом. Показано, как добраться. Слушайте, интересно у вас хобби, вот сколько людей столько, по сути это хобби, вы на нем особо-то ничего не зарабатываете. Нет, нет, там вообще нет, не зарабатываю, это хобби. Пообщаться с интересными людьми со всего мира. Ясненько, хорошо, что вы мне рассказали, я теперь, когда будет жена недовольна моим хобби, я баскетбол часто играю, я скажу, я займусь каучсерфингом, и буду приглашать по 8 человек к нам на ночевку. Это поможет отстоять мои баскетбольные права. А то, знаешь, там кроссовки, там мячики, там то-се, вот недовольство вечное. А вот 8 человек, вот это хорошо, пусть гордится своим мужем, что он спортом занимается, а не где-нибудь там еще. Да, не говори, кстати говоря, спорты-то разные бывают, вы же знаете. Ясненько, Андрей. Нет, слушайте, ну правда, удивительное хобби, я очень мало, но, по сути, первый человек, который вот я знаю, который так активно этим занимается, действительно безумно интересно. И, конечно, развивает, без сомнений. Ясненько. Андрей, очень рад был с вами познакомиться. Приглашаю вас активно принимать участие в наших эфирах. У нас 9.30 торговые планы в час дня, в 3 часа дня. Поэтому всегда будем рады вас видеть, слышать. Сейчас, на ваш взгляд, на что смотрите прямо сейчас на рынке? Что планируете делать до конца дня? Ну, я в Сбербанке стоял в шорт. Вот сейчас, думаю, закрыться, потому что подходит уже к безубыточности у меня. Может, закроюсь сейчас. Фьючерс. Ага. В доллар-рубль, фьючерс на доллар-рубль полезете еще или пока в стороне? Не-не, я сегодня немножко взял с него, уже сейчас пока не собираюсь влезть. В нефть как вы? Верите, что она пойдет выше? Сейчас в моменте 67.49 я смотрю. Верите, что пойдет выше или все? По нефти я стою в шорт. У меня небольшой, у меня вообще небольшой совсем лот. Вы даже уже пошли в шорт. Почем взяли шорт? Почем взяли шорт? Ой, я взял где-то... Сейчас. Ну, где-то 67 с чем? Не-не-не, я давно его взял. Это у меня там маленький лотом стоит и пусть он держится. Где-то в районе 65 вот так. Ого. Так это вы, получается, вчера его взяли? Не-нет, это я давно взял. У меня там небольшой лот, я его не трогаю. Понятно. Вы верите, что нефть все равно жахнет на 20 долларов? Не-не-не. Ну, не на 20, нет. На 23, да где-то? Ну, на 23, да не-не. Хотя бы к 60 вернется если. Не, ну просто в рост доллара выше 70 пока не верится. Понятно. Индекс РТС на сегодня вы не рассматриваете в IT? Сейчас. Нет, сегодня не смотрю. Вот сегодня за рублем только и за Сбербанком смотрел. Ну, смотрю, хай пробивает он, да? Ну, вот Александр Нестеров пишет уже поздно, а он давно активно торгует индексом РТС, фьючерсом на индекс РТС, поэтому, я думаю, стоит прислушаться. Может, действительно, давайте пока РИ отодвинем немножко в сторону сегодня. Конечно. Ну, лучше не заходить, иначе потеряешь, да? Лишний раз. И да, я сам… Тем зайти с горяча, это, конечно, осторожность не помешает. Ясненько. Спасибо большое, Андрей. Удачи всего вам. Спасибо, спасибо вам. До свидания. До свидания.